Вы на канале лаборатория автомобильной диагностики Привет многоуважаемая аудитория и подписчики У нас в Москве далеко не солнечное утро Еду я работать к дилеру за город Пришла наконец-таки осень Буквально сутки назад был в Питере Еще было солнышко Немножко свежовато было в Питере Но было солнышко, красиво Но сейчас, видите, льет дождик Еду я к дилеру Volvo Renault Смотреть новое Renault T 2017 года Как раз это совершенно машинки последнего прихода Как я и говорил уже в предыдущих роликах Все подорожало Раньше эти машины стоили 4980 Сейчас, сейчас эти машины стоят 5400 На самом деле машины 2017 года немного изменились Дилер поработал То есть, говоря, производитель поработал над качеством Откуда я это Ну и сейчас не помню весь список доработок По качеству на автомобиль Renault T Но запомнилось точно, что доработанные шкварневые соединения Была эта болезнь до 2017 года на машинах на этих Renault T Доработали качество пластмасса с правой стороны Вот эти вот лючки, которые закрывают и открывают подъемный механизм кабины И сейчас уже не помню еще что-то он говорил, да Но это, наверное, лучше у дилера спросить То есть, в принципе, вот даже по рассказу судя Производитель работает над качеством автомобилей Но это на самом деле правильно, да Вы все знаете, когда машина выходит в сыром виде Ее чуть позже дорабатывают Ввиду устранения каких-то недостатков в процессе эксплуатации Ну и так, Renault T Ну и так, поехали Вот клиент у меня выбрал именно этот автомобиль Зашла машина вот совсем недавно Это последняя партия Соответственно, машина, по-моему, тоже из Польши Все-таки я вас немножко обманул Стоит она 5,490 с МДС, а не 5,400 Вот, я тут уточнил у менеджера Но в принципе, машина физических повреждений кабины не имеет В общем-то, элементов крашеных нет Что изменилось в машине? Значит, в машине стоит прошивка, которая позволяет экономить топливо То есть, через 10 минут, если вы не нажали на педаль газа Она сама глохнет Потом придется заводить Что еще изменилось в машине? Вот эта машина с механическим подъемником А вот стоит у нее электрический подъемник Знаете, как практиковали это на ивеки Стралис Вот здесь вот тоже стали делать уже Соответственно, электрические подъемники Ну и смотрите, да В принципе, передняя резина неплохая Нет визуальных повреждений боковых дорожек Как было на предыдущих моделях То есть, все-таки шкварня здесь они уже доработали Как я и говорил Работают над качеством на заводе С левой стороны, в общем-то, тоже Резина довольно-таки неплохая Ну, остаток тормозных дисков Машина прошла 350 с чем-то тысяч Вот они здесь обычно пишут пробег 357 тысяч написано С левой стороны тормозной диск Поезженный Но поездил он В общем-то, километров, наверное, тысяч 80 С правой Тормозной диск Такой же аналогичный Два топливных бака Слева-справа Задняя резина С огромным остатком Рисунок одинаковый Резина стоит Всесезонка Вот Вот здесь немножко Повреждение брызговика имеется Но это мелочи Редуктор, соответственно, не вскрывался При таком пробеге Ничего с этой машиной Не должно было происходить Плохого Ну и внешне, в принципе Все то же самое Что и было до того У нас сейчас идет дождик Поэтому я сейчас Быстро-быстро Подниму кабину Пока он закончился Этот дождик Чтобы не работать потом под дождем Я-то бог с ним А вот камера Невозможно будет снимать под дождем Итак, поднимаем кабину Смотрим Номер на раме читается 111-31 Просматривается хорошо Прошивка на двигателе 480 лошадиных сил Стоит Ну, в принципе Турбина здесь Сухая Видно хорошо Пойдем посмотрим Что с этой стороны Видите Двигатель Д13 13-литровый В общем-то Патрубки интеркулера Сухие Подтеков нигде я не вижу В принципе Все достаточно хорошо Клапанная крышка Такая уже У него Мощная стала Все-таки двигатель 13-литровый Ну, в общем-то Ничего здесь Не демонтировалось В принципе Ничего такого страшного Я здесь не вижу Все находится В девственном состоянии Как это сделал Завод-изготовитель Ну, давайте посмотрим Масло Что здесь Ну, масло здесь Совсем-совсем На нижнем уровне Но у них Регламент за границей Там порядка 120 тысяч пробега Да Я так думаю Масло здесь Давным-давно Не меняли Как я уже сказал Масло все-таки Окисляется При больших пробегах Вырастает Степень окисления Падает Щелочное число И масло теряет Свои качества В том числе Вязкостные характеристики Вот Поэтому, конечно Обслуживать надо Машину Почаще Кашу маслом Что называется Не испортишь Ну, подтеков Физических Нигде не видно Двухлистовая Передняя рессора Как была Так и осталась Под капотом В общем-то Это выглядит вот так На пневматических Подушках Машина Расширитель Антифриз Новый И видно Очень хорошо Ну, соответственно Капот Не демонтировался Да В общем-то Все целое Все без подтеков Амортизаторы Целые Без подтеков Усилитель Бампера Тоже целый Здесь следов Демонтажа Никаких не было Все это выглядит Вот так Ну, соответственно Как я говорил Этот двигатель Системы Common Rail EGR Плюс Сажевый фильтр Соответственно Фильтр Системы воздухоподготовки Надо менять Почаще Потому что при таких Длительных регламентах 100-120 тысяч А он Силикагелевый Этот фильтр Он насасывает В себя влагу И приканчивает Впоследствии Систему Воздухоподготовки Которая Очень дорого Стоит Вот Машина Правда Всегда показывает Сколько остаток Да Когда регенерация Или замена Фильтра Но я считаю Что этим То есть До конца Его Дохаживать Не нужно Этим не нужно Заниматься Я считаю Что нужно Менять его Почаще Впрочем Как и Масла с фильтрами На двигателе От этого Много чего Зависит Ну и смотрим Дальше Инструментальные Ниши Как были Так и остались То есть В этом плане Тоже ничего Не изменилось Ни с левой Ни с правой Стороны Вот эта вот Правая сторона Здесь Как раз Инструмент Так сказать Подъема кабины Живет И так далее Добавился Маленький Динамический Спойлер Но это и раньше На многих машинах Был В принципе Так По большому счету Ничего на машине Не изменилось В общем-то Соответственно С левой стороны Все те же самые Инструментальные ниши Да То есть Достаточно большая В общем-то В этом плане Удобно Машина сделана Есть куда Что положить Видите как Что касается Аккумуляторных батарей В Европе Плотность Электролита 1,19 У нас 1,27 Поэтому ребята Машина Электрически Сильно нагружена Вы имеете Это в виду Если вы Где-то Эксплуатировать Будете эти машины Там За Уралом То плотность Аккумуляторных батарей Нужно доводить До наших широт Иначе Вы угробите Аккумулятор И замкнет Аккумуляторная секция И может Произойти Что-нибудь Нехорошее С машиной Ну и так Кабина Ну кабина В общем-то Никаких изменений Не претерпела Как все было Так и осталось В кабине То есть в принципе В этом плане Сидения Ортопедические Очень удобные Красиво сделанные Очень удобные На самом деле Куча всяких Бардачков Вот нам От поляков Остался Карточка Лежит Карточка Как его Эксплуатировали Вот белорусский Видимо Это по платным Дорогам Да Был Транспондер Здесь что-то лежит Вот такой вот Бардачок есть Ну и соответственно Бардачки верхнего уровня Да Аптечка С машиной Всем укомплектована Литература По автомобилю Здесь вот В папочке Вот Ну и здесь полочка С сеточкой Хорошо Хорошо все сделано Стекла Семнадцатого Года С правой стороны С левой стороны Тоже Семнадцатого Года И лобовое Семнадцатого Года То есть стекла Все стоят Оригинальные Ну и так Давайте заведем Так Ну что Запуск Запустилось Достаточно Уверенно Пошел Прогревочный Режим Вот Ну сейчас Машина Прогреется Дальше Будем Подключать Диагностику Смотреть Что с Автомобилем Вот В принципе Так Хорошо Укомплектован Вот видите Да То что я говорил Про аккумуляторную батарею Это нельзя Доводить До краха Да Это нужно Постоянно Следить За аккумуляторной батареей Машина Сильная Энергонагруженная Здесь лежит Распечатка С этого Автомобиля Видите Вин номер Сто одиннадцать Тридцать один Так Семнадцатый год Восемнадцатый год Четырнадцатого Ноль первого Ноль Километров Восемнадцатый год Семь километров Семнадцатый год Двадцать Одиннадцатой Семнадцатой Восемнадцатой Восемнадцатый год Да, у дилера на Renault T я никогда не видел скрученных пробегов, то есть, в принципе, здесь всегда все так, как оно есть, так как машина пришла из-за границы Пока машина греется, я вам немножко расскажу о нашей диагностике Она у нас читает все, без исключения автомобили Евро-6 европейские, полностью все, и Вики, Мерседесы, Рено, Вольвы, Скани и так далее Полностью все, я это попробовал на всех машинах, все хорошо читается Значит, в отличии от китайских клонов, по которым некоторые диагносты заявляют, что они дилерские Нет, ребята, дилерское оборудование только у дилера, он, видите? Вот это дилер, у него дилерское оборудование Чем отличается дилерское оборудование от оборудования по мультибренду? Да тем, что у дилерского оборудования глубочайшие возможности по программированию Все остальное у мультибренда и у дилера одинаковое Поэтому мы работаем с сертифицированным оборудованием и успешно читаем эти машины Ну, горит какой-то значок предупреждения, что-то он там пытается показать Но это мы подключимся и посмотрим Панелька здесь не русифицирована пока что Но в случае покупки дилер всегда русифицирует панель Здесь стоит польский язык, сейчас предустановлен Машина ходила в Польше Но дилер всегда это доводит до ума Да, при покупке у вас будет русифицированная панелька Ну и, соответственно, помните, я говорил, один из дилеров продавал машины без блокировки Вот здесь вот блокировка заднего моста Видите? Работает Машина показывает, что задний мост заблокирован Давайте ее отключим Все хорошо отключилось Здесь блокировка присутствует Ну и, что хорошо, да Вот панель кнопочная Здесь минимум кнопок И все достаточно понятно, что к чему То есть водитель не теряется То есть мне, в принципе, вот в качестве эргономики исполнения автомобиль нравится Достаточно удобно сделан Ну и, конечно же, холодильник, как я показывал Здесь нет никаких кнопок Да, так просто вы его не вытащите За ручку просовываете руку И там сенсор Нажимаете И вот, пожалуйста, выезжает холодильник Вот он, холодильник Но он немножко грязненький Вот, поляк тут, конечно, не убирался Но, вот, в итоге Вот так вот Автоматик инжайн стоп То есть автоматический стоп двигателя, да То, про что я говорил Прошивка Соответственно Мы нажмем сейчас на педаль газа И он будет работать дальше В чем суть этой прошивки Есть такие прошивки С экономией топлива Они дают автомобилю поработать 10 минут И если не происходит никаких телодвижений Машина глушит двигатель сама Для чего это сделано? Ну, мало ли там человек Забыл заглушить двигатель, устал, да Вот И машина это делает за него Но в Европе деньги считают Каждую копейку Поэтому, собственно говоря Существует вот такая прошивка Что хочу сказать В Европе давно уже не существует Лизингов, кредитов на автомобили Они работают совершенно по другой системе Они берут в аренду автомобилю производителя Существуют разные договорные обязательства Есть на год, есть на три И по истечении договора Сдают этот автомобиль назад производителю Соответственно Ну, дилеру, да Соответственно получают некоторый бонус На приобретение следующего автомобиля в аренду Вот так эта система работает Дальше эти автомобили расходятся в третьи страны В том числе и в Россию попадают И производитель уже второй раз, считай Вот эти автомобили продает в третьих странах Поэтому для производителя это очень выгодная система Ну и в принципе достаточно выгодная система за границей Потому что компании берут в аренду автомобили Это не является собственностью компании Соответственно там учитывается налогообложение и так далее Немножко по-другому Поэтому система эта действует вот так Ну и соответственно в зависимости от договора аренды Договор может учитывать там допустим Замену резины по истечению там Износы и так далее Может не учитывать То есть договора разные бывают Вот Отсюда бывает, что попадают машины на вторичку Ну с не очень хорошей качественной резиной Вот здесь на этом автомобиле Остаток резины там Почти там 70% Если так в среднем усреднять Да, по кругу То есть в принципе достаточно достойный Вот так вот он звучит Со стороны улицы Соответственно существуют ступеньки Первого и второго уровня Чтобы залезать туда наверх Как я уже показывал Подключается диагностика у него вот здесь Вот этот ключок Открывается И 16-пиновое диагностическое гнездо Разъем Ну и В общем-то делаем диагностику Сейчас посмотрим Та серия Та серия Евро 6 Зайдем в двигатель Ну и так блок управления двигателем Диагностика Считывание памяти От Blue Расход слишком низкий Не работает иммобилайзер Модуль управления Но это просадка аккумулятора Давление топлива Чрезмерно низкое Сторона низкого давления Обычно бывает при забитых фильтрах Первое проявление 27.08.20 Соответственно последнее проявление 27.08.20 Но это он банально не заводился Видимо стоял какое-то время Запускали его Ну и иммобилайзер Это то же самое Да, просадка напряжения Видите 07.09.20 07.09.20 Информация о системе Данные блока управления ВИН сходится 111.31 Обратите внимание Конфигурация Вольво Обозначена Марка Поскольку это общий концерн Рено Вольво Так, эксплуатационные данные Температура охлаждающей жидкости До 101 градуса 408 часов Нагревалась Машина Но это не перегрев Это просто верхний уровень работы Температура масла Температура масла У нас 125 градусов Два часа Была Средний расход топлива 28,22 Видите В принципе Машина достаточно экономичная Движение В движении Сколько расход топлива Ну в общем-то Практически то же самое Запись данных Снижение токсичности Текущие значения 357 694 километра С одометром у нас сходятся Показатели Моточасы двигателя 5514 моточасов Счетчик причин запуска Регенерации Ну и так далее Измеряемые параметры Выбор параметров Выбираем полностью все Ставим машину на холостые Счетчик пройденного расстояния 357 790 Пробег при круиз-контроле Ну это топливная составляющая В принципе идет На повышенных На пониженных Ну и так далее За поездку Так Время эксплуатации на высшей передаче 351 час Расход топлива 2 литра в час В принципе Для этого двигателя это нормально Температура охлаждающей жидкости 53 Мало еще Для нас это Нагрузка на двигатель 9,8 В принципе нормально Балансировка цилиндра Балансировка цилиндра Первого 11 в плюсе Второй минус 9 Третий минус 2 Четвертый плюс 3 Пятый по нулям Шестой минус 6 Содержание сажи в противосажевом фильтре Но на самом деле Балансировка При такой температуре Надо нагреть его до 70 До 75 И смотреть еще раз повторно Но в принципе она более-менее Содержание сажи в противосажевом фильтре 89% Датчик перепада давления Сажи в противосажевом фильтре 2 мегабара Температура отработавших газов 103 Дилер Дилер вид Такое дело Я с утра не успел позавтракать Принес мне чай Заботится На самом деле Спасибо большое Подход у него такой хороший На самом деле Я парня знаю давно Мы с ним Коллеги С незапамятных времен Он здесь работает очень давно И я бывший сотрудник Французской компании Занимался управлением Организацией эксплуатации И ремонта автотранспорта Большой колонны Поэтому мы друг друга знаем давно Клапан EGR Опережение давления В Common Rail Давление масла Охлаждение поршней Зольность по нулям Отблю датчик уровня 18,43% Смотрите Проверка системы Тест распылителя надлебезг Давление масла Компенсионный тест Балансировка цилиндров Расход топлива Преобразование датчика NOX Давление наддува Определение воды в топливе Дозирование топлива Система снижения токсичности Система снижения токсичности Отработанных газов Моторный тормоз Впускная и выпускная системы Вентилятор Рециркуляция от рабочих газов То есть в принципе По тестированию Наше оборудование Ну ничем от дилерской Не отличается Как я сказал Оно отличается Только уровнем программирования У дилера конечно Возможности побогаче Чем у нас Двигатель прогрелся У нас до 75 градусов Нагрузка на двигатель Упала Как оно и должно быть Балансировка цилиндров Первый плюс 7 Второй минус 7 Третий минус 8 Четвертый плюс 4 Пятый единица Шестой по нулям В принципе Все себе вполне пристойно Здесь значение Плюс 80 Минус 80 Это уже неисправность То есть это крайний критерий По балансировке Теперь прогоняем В автоматическом режиме Будет он смотреть Все блоки полностью Видите Все Сканирование всех систем Ну и собственно говоря Сканировать Он пишет что Некоторое время Может занять этот процесс Ну и дальше Будет осуществляться Сканирование В автоматическом режиме Поиск блоков И отражение Каких-либо Неприятностей Если они есть Ну и посмотрим на результат Ну и вот Началось у нас Сканирование Первый двигатель Выполняется Сканирование Здесь Здесь на этом автомобиле Блоки Высокоскоростные Ну видите Три неактивных ошибки Которые я показывал Висит Здесь на этом автомобиле Блоки Высокоскоростные Общение идет По кан-линиям И в принципе Видите Как он быстро Их ищет Да То есть Тут мгновенно Просто все Сканируется Совершенно Другого уровня Блоки Чем на предыдущих Там евро пятых Евро четвертых Моделях Ну и пока идет Диагностика Да Расскажу Что действительно Здесь много Всяких тестов Там определение Остатка сцеплений И так далее И тому подобное То есть в принципе Функционал По диагностике У джалтеста По этим автомобилям Достаточно богатый Поэтому В общем-то Мне нравится Работать с такими машинами Машины вполне себе Привлекательные Мало того Электрообеспечено Настолько Что все можно Посмотреть Все можно Прочитать Я говорил По блоку управления Двигателем Три неактивных Ошибки Висят Если бы Вот эти Кружочки Были красные То эти были бы Активные ошибки Но здесь Они по одному Разу повторялись Как я говорил Это с изменением Электронапряжения В аккумуляторах Было Ну и дальше Смотрим Поблочно Вот Активная ошибка Модуль телематики Сейчас посмотрим Что он хочет Тахограф Коммуникационный интерфейс Сигнал Последовательный Вот Это у нас Единственная ошибка По тахографу 18.08.20 18.08.20 Висит Но она и на панельке Вот Видите предупреждение Это как раз О работе тахографа Это предупреждение Пока у нас одна ошибка Активная И в принципе Больше у нас ничего нет Дверной модуль Неактивная ошибка Висит Защита от заклинивания Модуль управления Память калибровки Но это тоже При изменении Напряжения в сети Бывает у этих автомобилей Ну и аудиосистема Сейчас наверное антенна Антенна ток в цепи Выше порогового значения Эт машин прикуривали Вот Поэтому в принципе Таких вот активных Неисправностей Которые связаны С какими-то отказами У нас нет Вот Машина В общем-то Прошла все тесты Долго просто снимать И показывать Да Если я все тесты поснимаю Вам буду показывать Это будет Фильм длиной Там больше часа Потому что Диагностика проводится Ну где-то Больше часа От 40 минут До часа До часа 20 Приблизительно Вот Немножко жестковато Она работает И на этих автомобилях Все-таки компрессор Воздушный посильнее Да Слышно как он Отрабатывает Там начинает Постукивать Вот В общем Автомобиль Вполне себе Жизнеспособен Да Но цена Как я уже говорил 5 490 с НДС Машина 17-го года Евро 6 13-литровый двигатель 480-я прошивка Машина Вполне себе Жизнеспособна Исправна В нормальном состоянии Находится И Еще долго Может бегать При условии Что вы за ней Будете ухаживать У нас же Как принято Да У нас принято Все что сложное Я не понимаю Все что я не понимаю Это Г Ребята Ну во первых На дворе 21 век Да Надо книжки читать Учиться как-то Да Потому что машины Уже таких простых Как КамАЗ С МАЗом Которые были Когда-то На которых Я учился И ездил Конечно Таких не будет Да То есть Надо привыкать К тому Что есть Да Машина сложная Да Это 21 век Но С этим Надо мириться Я знаю Что Рено Допустим Они уже Запустили Большую программу По поставке Запасных частей Сюда В Россию И в центральных Городах России Там Питер Москва Вполне себе Можно купить За обчасти На Рено Т На Вольво Евро 6 В принципе Вот Если сравнить Картину С трех годовалой Давности Тому назад Да Она конечно Резко изменилась В положительную сторону Поэтому ребята Вот Сейчас Вот такие цены И вот такие машины Всего доброго Спасибо за внимание Ну и в общем-то Дешевле автомобилей Уже К сожалению Не будут Партии Машины будут дорожать Потому что Меняется курс Доллара и евро Все что поставляется За границей Да Вот видите Дилер начал продавать Скани Для меня на самом деле Это новость Потому что здесь Дилер Рено Вольво Дав Но Видимо По трейдину что ли Они к ним заходят И тоже пишут Пробеги здесь 361 тысяча Километров 375 Ну возможно Возможно Может быть я сюда тоже Как-нибудь попаду Эти Скани Смотреть Но все уже забронированы Кроме вот этих Вот двух Стоят Все Всего доброго Редактор субтитров